Здравствуйте! Я Сергей Панарин. Это программа «Точка зрения» на канале ТВК. Сегодня мы будем говорить о том, как чувствует себя в кризис липецкие предприниматели. У нас в гостях председатель Липецкого регионального отделения «Деловая Россия» Максим Загорулько. Мы в прямом эфире. Свои вопросы вы можете задавать по телефону 235-244. Звонок абсолютно бесплатный. Звоните, не стесняйтесь. Максим Григорьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Максим Григорьевич, кризис есть, да? Есть сложная, непростая ситуация, скажем так. Да. Ну, давайте мы эту ситуацию будем называть кризисом. Все-таки есть два мнения, что кризис, как надо себя вести в кризис. Первое мнение – это ни в коем случае не рисковать, пытаться сохранить то, что есть и дождаться лучших времен. И другие люди считают, что кризис – это, наоборот, самое время для новых совершений, новых открытий. Вы какой точки зрения больше придерживаетесь? На самом деле, имеют место быть оба варианта. Но с учетом того, какая ситуация в экономике сейчас, и видя то, что делают предприниматели, большинство придерживается мнения пока не рисковать, не идти в какие-то крупные серьезные проекты, не затихнуть, но в то же время подумать о своих издержках, о своих затратах, оптимизировать свои затраты и сконцентрировать максимально свое внимание на прибыли. Но все-таки в кризис многие предприятия закрываются, многие бизнесмены разоряются, наверное. Для экономики это вообще хорошо или плохо, что такой естественный отбор ведется? На ваш взгляд? В природе, естественно, отбор – это всегда хорошо. То есть что-то эволюционирует, развивается, что-то уходит в тень. Но для отечественной экономики, для российской, мне кажется, что нам сейчас не до эволюционных моментов. Нам бы развиваться, нам бы экономику пополнять доходами, платить налоги. Поэтому с меточки зрения это не лучшее время. Хотя определенные компании после, как вы говорите, кризиса наберут определенную силу, будут развиваться и станут еще более крепкими. Но все уже понимают, что кризис наступил, мы все это чувствуем, мы все ходим в магазины, все видим цены, которые там есть. Все-таки в деловой России у вас есть понимание, в какой фазе находится кризис и что будет дальше, хуже или лучше? На самом деле давать какие-то прогнозы – это дело не совсем благодарное. Конечно же, мы надеемся на лучшее. Но могу, в принципе, высказать свое персональное мнение, что год будет достаточно непростой. Это уже сейчас видно в плане экономики, в плане рубля, в курсе валют. Процентная ставка у нас далеко не самая низкая. Поэтому, в принципе, экономика переживает не самые лучшие времена. Но даже в этих условиях мы призываем всех предпринимателей стараться, бороться, не сдаваться и двигаться вперед. Ну вот вы упомянули о процентной ставке, о кредитах, которые стали, наверное, недоступны для бизнеса, получается. С моей точки зрения, Центральный банк Российской Федерации ведет не самую дружественную политику по отношению к российской экономике. Тот размер процентной ставки, который мы видим сейчас, он для очень многих компаний будет убийственным. Многие предприниматели не могут перекредитоваться в более дешевые деньги. Многим предпринимателям просто региональные банки отказывают в кредитах. Хотя, с одной стороны, правительство декларирует о том, что помогла банкам, дала деньги, влила в экономику большие триллионы денег. На самом деле, реальный бизнес их практически не видит. Потому что большинство, кто обращается, особенно если так касается производственных предприятий, машиностроительный комплекс, им просто отказывают в кредите. Потому что понимают, что это деньги длинные, деньги долгие и быстрой экономики там не будет. А банки тогда за счет чего живут? За счет прошлых кредитов? Банки, я предположу, что те деньги, которые они получили, они ушли в валюту. Многие банки сейчас оптимизируют свои затраты, сокращают свои определенные мощности. Поэтому у них тоже непростые времена. Но в отличие от бизнеса, они обладают необходимым набором денег для себя, для того, чтобы спасти свой бизнес. Малый и средний бизнес на сегодняшний день, реальных денег в достаточном количестве не имеют. Поэтому бизнесу сейчас достаточно непросто. Крупные корпорации, они будут точечно поддерживаться за счет государства. Есть программа, есть список. Малый бизнес, микробизнес. Но это основные жертвы будут, кого мы потеряем в это время. А вообще экономика сможет так долго существовать, что многие предприниматели просто не могут взять кредит или им его не дают? Так же не может длиться вечер. Даже если и дают. Но представьте, если вы приходите, вам говорят, кредит от 23-5% и выше. Как можно на такую процентную ставку развиваться? Мы прямо неоднократно нашим партнерам, коллегам, банкирам задавали вопрос. Каким надо заниматься бизнесом, чтобы рентабельность позволяла отбивать те процентные ставки, отбивать те затраты? Ведь посмотрите, как тяжело предпринимателю сейчас. Ты сегодня, допустим, зарегистрировался, открыл ООО, заработал ты, не заработал. Все, у тебя начинается налоговая отчетность, у тебя начинаются налоги. Принял людей, плати социальные налоги и так далее и тому подобное. Поэтому, с другой стороны, процентная ставка достаточно высокая. Каким бизнесом надо? Для меня, допустим, этот вопрос сейчас риторический. То есть, нет такого бизнеса или что? Они есть, но это должны быть очень высокоэффективные компании. А если говорить о маленьких микрофирмах, сложно сейчас сказать. Банкиры даже на этот вопрос ответить не могут. Когда мы им задали вопрос, скажите, а какой образ потенциального потребителя таких кредитов? Нам было отвечено, что это разные фирмы, разноуровневые. Что под такие процентные ставки деньги берут, рискуют. А конкретно, какая отрасль, ответа мы так и не услышали. Я слышал объяснение, зачем подняли эту ставку. То есть, люди говорят, что если дать кому-то дешевые те же самые кредиты, то они просто будут вкладывать это не в производство, а закупать ту же самую валюту. И опять начнется то, что было в конце прошлого года, то, что мы видели. Вы согласны с этим или нет? Сергей, знаете, рассуждать за предпринимателя, у нас настолько специалистов рассуждают за бизнес, за людей. А вы даете дешевую процентную ставку, вы даете большое количество рублей. А что там будет? Да люди просто каждый второй завтра будет заниматься предпринимательством. А другая половина будет скупать доллары. Ну понятно, извините за такое выражение, в семье не без урода. В любом случае мы с вами увидим такой большой валовый объем новых предприятий, нового сервиса, новых услуг, каких-то производств. Но опять же, мы же с вами понимаем, что крупным компаниям, крупным корпорациям это невыгодно. Зачем им конкуренты нужны? Зачем им нужно, чтобы кто-то там развивался и так далее? Им хорошо сидеть на своем островке безопасности, получить поддержку от государства. И не отсвечивать, скажем так, зарегистрированы быть где-нибудь на Кипре. И спокойно продолжать свою работу. А людям, простым гражданам, микробизнесу, ему необходимы рубли. Дешевые рубли, которых на сегодняшний день нет. Все-таки наш липский предприниматель, они как-то приспособились уже к этим реалиям? Или процесс еще продолжается? Вот к вам обращаются с какими вопросами? Мы с вами эту приспособленность уже можем наблюдать, проезжая на машине, в автобусе, видя из окон аренда. Это один из видов приспособленности. То есть, если раньше практически все точки были забиты и были востребованы, то сейчас максимум первая линия и то самые проходные места остаются. Следующий момент приспособленности – это… Вот я и с чиновниками не раз это обсуждал. Как поступает бизнес, когда сложная и непростая ситуация? Он начинает анализировать свои затраты. Он начинает сокращать свои издержки. У тебя были аренды площадь 100 квадратных метров, ты ушел на 50. Было у тебя 5 офисов, стало у тебя 3. С моей точки зрения, это сейчас то главное, что сейчас осуществляет каждый… Ну, большинство, в всяком случае, предпринимателей, и не только Липецкой области, но и страны в целом. Ну, пытаются просто экономить. Да, максимально сокращают затраты, потому что тот валовый доход, который предприниматель имеет, он абсолютно недостаточен для того, чтобы покрывать эти затраты. Вот у нас в стране сейчас много говорят об импортозамещении. Вот кроме разговоров, что делается? Вот если вас послушать, то совсем все плохо. Да не все плохо, но мы говорим о том, что не самые лучшие времена. А по импортозамещению это, с моей точки зрения, один из ключевых моментов для развития нашей экономики. Ведь если посмотреть на наши торговые сети, ведь процентов 70 – это все Китай. С учетом нынешней курсовой разницы, можно бы производить просто все. Производите все и насыщайте наши сети отечественным товаром. Но мы опять-таки, предприниматели, этого нормально сделать не можем, потому что у нас нет денег для того, чтобы начать производство. Ведь окупаемость любого производственного процесса не менее трех лет. Дешевых денег на длинный срок нет. Поэтому вот все здесь упирается. С одной стороны, у нас есть возможность, а с другой стороны, она заблокирована отсутствием дешевых денег. То есть ситуация все-таки изменилась. То есть раньше вообще говорили напрямую, что заниматься производством в России невыгодно. Легче на самом деле закупить в этом Китае и перепродать у нас в стране. То есть сейчас ситуация поменялась теоретически? Абсолютно. И великолепное время для того, чтобы начинать производство. Но опять же, для этого необходимы ресурсы. Да, но у нас есть технологии или это все можно сейчас в нынешнее время приобрести? Я длительное время пребывал в Китае. И скажу вам честно, там технологии на коленках. Вот даже если мы таким образом начнем, мы двинемся вперед. У нас все шансы есть для того, чтобы стать одной из самых мощных экономик мира. Но нам необходимо создать все условия для этого. Еще одна тема, которая сейчас часто поднимается, это госзаказы, госзакупки, чтобы туда пришел малый бизнес, чтобы деньги пошли тем самым малым предприятиям. То есть там уже чуть ли не процент какой-то от госзаказов должен туда идти. Это работает или нет? Вы задаете очень такой важный своевременный вопрос. На самом деле для того, чтобы поучаствовать российской компанией в тендере, необходимо проплатить определенный депозит страховой для участия в тендере. Дальше необходимо выполнить все работы, закупить материалы, если это касается строительства, построить объект, сдать документы, предоставить весь необходимый пакет. И после этого, может быть, тебе через несколько месяцев, если не задержат, тебе из бюджета выплатят все необходимые деньги, в которых ты участвовал. Денег в достаточном количестве нет, дешевых денег. Участвовать в таких предприятиях тяжелее и тяжелее становится для нашего бизнеса. И что мы сейчас видим? Мы сейчас видим, что иностранные компании активно заходят на российский рынок, выигрывают, потому что у них курсовая разница позволяет вообще в рублях за дешевые деньги участвовать в этих тендерах. И поэтому мы опять-таки в этом смысле теряем рынок. Мы сейчас, как деловая Россия, активно выступаем за то, чтобы потребовать ввести в законодательстве такую норму, как проплатить определенный аванс в размере хотя бы 30% для того, чтобы отечественный предприниматель мог участвовать в тендере. Но мы сейчас говорим вообще о предпринимателях в масштабах всей страны, а вот если перейти на масштабы Липецка, та же самая проблема, но я не слышал, что просто у нас были какие-то проекты, куда заходили иностранные компании. Вот венгры строили, катящиеся камни, все, нету венгров. Да, и где венгры? Ну, я бы не хотел сейчас переходить прямо на какие-то конкретные примеры, потому что, скажем так, те же камни, да, там вопрос с моей точки зрения гораздо более глубокий. Вот. Но я абсолютно уверен, что сейчас участвовать в госзаказе российской компании даже на уровне Липецкой области все сложнее и сложнее. Даже так? Абсолютно. Ну, что в любом случае нужны деньги для того, чтобы этот период пройти от момента победы в тендере до момента получения конкретных денег за выполненную работу. Все-таки, если мы пришли к Липецкой области, местные власти вообще могут как-то влиять на ситуацию, ну, и облегчить жизнь предпринимателям? Или не могут, на ваш взгляд? С моей точки зрения, в принципе, Липецкая область делается достаточно для того, чтобы работать. Печально то, что на уровне региональной власти не все можно сделать. Есть глобальная экономика, да, которая влияет, есть санкции, да, есть процентная ставка. На эти, на все вопросы региональная экономика повлиять не может, и власть, да. Поэтому на сегодняшний день, с моей точки зрения, реально содействие может оказать именно наша федеральная власть, максимально понизив процентную ставку и насытит рынок дешевыми деньгами. И дальше все пойдет. Вот просто мы увидим с вами такой рост предпринимательской активности, который нас захлестнет. И всем от этого будет только польза. А инфляции не будет, когда деньги просто будут превращаться в фантики? Нам со школьной скамьи рассказывают, да, что включаешь печатный станок, эмиссия, рост процентов, сразу же идет инфляция. Да, определенный рост будет, но с учетом того, какой будет большой объем денег в экономике, какая будет рождаться конкуренция в результате этого между различными компаниями, они будут бороться за эти рынки, и они будут бороться как раз-таки за счет снижения цены, там, повышения сервиса, услуг и так далее. Поэтому в любом случае мы увидим большую пользу для нашей экономики. Все-таки какие, на ваш взгляд, отрасли, бизнесы, экономики наиболее сейчас в плохом положении, а какие, наоборот, в нормальном, скажем так? Не просто производственным предприятиям, не просто машиностроительному комплексу. Это те предприятия, которые работают в длинную, которые от момента, скажем так, получения заказа до момента производства конкретного агрегата, узла или станка, проходит достаточно длительный процесс времени. Поэтому, с моей точки зрения, этому направлению сложнее всего. Попроще, может быть, сферю сервиса, сферю услуг, где быстро услуга, деньги, услуга, деньги, где быстро идет товарообмен. Еще раз здравствуйте. Это программа «Точка зрения» на канале ТВК. Сегодня у нас в гостях председатель Липецкого регионального отделения «Деловая Россия» Максим Загорулько. Мы говорим о том, как себя сейчас чувствует бизнес во время кризиса. Мы в прямом эфире. Наш телефон 235-244. Максим Григорьевич, вы недавно участвовали в Совете Европы, который проходил в Уфе, в Башкирии, правильно? И там говорили о коррупции, о том, как она влияет на развитие экономики. То есть, коррупция в России есть, я так понимаю, правильно? Ну, я думаю, что мы с вами Америку не открываем в этом вопросе. Единственное, что меня, знаете, расстроило, европейцы очень смело, открыто рассказывают о том, как мы неправильно живем, как надо нам жить, насколько мы там коррумпированная страна. Я в этом смысле высказался достаточно жестко в свою позицию, что, ну, опять же, давайте возьмем любую европейскую страну. По размерам та же Германия, не больше Краснодарского края. А какая у нас огромная, великая страна. Ну, чем нас можно научить? Мы сами можем кого угодно научить, как нужно управлять крупной страной. Невозможно завтра в одной части, избрав там новую власть, нового президента, изменить страну, пойти другим путем, проснуться просто в другой стране. Это в любом случае мы должны пройти определенный путь эволюционирования. Поэтому в этом смысле я считаю, что на перспективу те методы борьбы с коррупцией, которые будут реализованы на территории Российской Федерации, они будут примером для всей Европы и мира в целом. Ну, вот это, скажем так, коррупционное давление, оно по-прежнему велико на бизнес? То есть чиновники вообще входят в положение, что денег мало, кризис в стране, что надо умерить аппетиты свои? Я могу сказать, что ситуация гораздо лучше, чем была раньше. Вот. И понимание у чиновников все больше и больше появляется, у контрольно-надзорных органов. Поэтому в любом случае сложности еще определенные есть, но мы на пути развития, это точно, в хорошую сторону. Но правоохранительные органы вам в этом помогают или? Бывает помогают, бывает мешают. Разные есть сотрудники, разные есть структуры. Ну, скажу прямо, нам основные партнеры наши – это прокуратура и МЧС. Вы в Липецке имеете? Да, 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 в Липецке. Очень комфортно работать с нашим новым прокурором, господином Кожевниковым, и с управлением МЧС. Настолько открытые структуры, настолько они понимают проблемы бизнеса и заинтересованы в совместном решении различных вопросов. Поэтому в этом смысле. И надеюсь, что новый глава МВД, который у нас с этого года появился, тоже станет партнером для бизнеса. Кто вас тогда кошмарит? У меня вопрос. Понятно, что прокуратура, МЧС, все хорошо у вас. Вопрос вы задаете очень провокационный. Почему? Ну, скажу, что определенные сложности с полицией были у бизнеса. То есть… Но это и не секрет. Это не секрет, да. Поэтому я же и говорю о том, что мы очень надеемся, что ситуация будет меняться к лучшему. Еще сейчас часто от предпринимателей, от крупного бизнеса можно услышать мнение, что в России надо отменять экспортные пошлины. Но не секрет, что они введены для того, чтобы пополнять казну в бюджет. То есть, откуда тогда деньги в бюджете будут компенсироваться, если мы их отменим? Вы задали вначале вопрос про импортозамещение. Вот абсолютная уверенность моя в том, что успех страны, развитие экономики страны за экспортом. Вот чем больше мы экспортируем, тем лучше мы с вами живем. Мы экспортируем нефть, газ. Вот необходимо уже не просто лес экспортировать, необходимо экспортировать мебель. Вот для этого и необходимо снижение пошлин. За это выступает деловая Россия. Вообще их надо обнулить и позволить всем продавать вот все по максимуму за пределы страны. То есть, это тот рынок, который способен потреблять наш дешевый продукт. С учетом курсовой разницы, мы настолько конкурентны с вами на сегодняшний день в масштабах Европы и всего мира. Обнулите пошлину. И завтра, так как у нас хотя бы внутри России, если там такого большого рынка потребления нет, хотя бы внешние рынки для нас откройте. Не получится ли так, что тот же лес весь пойдет на экспорт? Здесь необходимо регулировать. Конечно же, не бестолковым образом к этому вопросу подойти. И сконцентрировать внимание на продукте, на конечном продукте. Мы должны продавать продукт, как Китай. Мы должны на экспорт поставлять больше, чем потребляем внутри страны. Как только мы этого добьемся, поверьте, наша экономика просто выстрелит. Да, но откуда тогда деньги брать в бюджет, если мы теряем вот эти пошлины? Мы не теряем. Кто их будет компенсировать? Давайте смоделируем ситуацию коротко. Завтра мы обнуляем пошлины, и каждый предприниматель может продавать в Европу все, что только может по самым низким ценам. Открываются рынки, европейцам будут эти товары получить очень интересно, потому что они будут дешевые. Услуги получить они тоже будут дешевые. Деньги пойдут в нашу страну. Это вы идеализируете? Вот прямо европейцы ждут товары из России, не знают, как без них прожить. А знаете, я вам скажу, это тоже надуманное такое мнение, что мы не можем производить качественный продукт на уровне европейских стран. Я это слышу очень часто от своих коллег, партнеров. Это мы сами себе внушили. Мы можем. Если Китай, с учетом того качества, какое они производят, с чего они начинали, востребован по всему миру, то уж, поверьте, у нас шансов для развития еще больше. Еще одно предложение, которое идет от предпринимателей. Деловая Россия самым активным образом выступает за принятие такого решения. Это просто будет замечательный прецедент для развития нашей экономики. Ведь если смотреть опять же о кризисе и говорить, да, идут сокращения затрат, определенное количество людей тоже будет сокращено на предприятиях. Куда эти люди пойдут? Введите эту норму законодательную, что освободите от ИП, от налогов. И завтра каждый человек, который, скажем так, либо уволится, либо его сократят по какой-то причине, он откроет ИП и начнет работать, что-то производить, либо какую-то услугу будет оказывать для населения. Ну, вообще, вас власть слышит или не слышит? Ну, это же просто на самом деле сделать. Не просто. Мы в 2013 году Деловая Россия и другие общественные организации встречались с Владимиром Владимировичем Путином в Воронеже на одном из предприятий. И первый раз Деловая Россия сформировала тезис о том, что необходимо сделать налоговые каникулы. Министр, который присутствовал, не буду называть его фамилией, он сразу начал высказываться о том, что это очень опасно для экономики, что все будут открываться, закрываться, будут уходить в тень, налогов платить не будет. Наш тезис следующий. Да, с одной стороны, конечно же, кто-то будет так поступать. Хитрить, конечно. Необходимо установить контроль государственный за такими предприятиями. А с другой стороны, представьте, вот вы за два года, какой вы пройдете путь как предприниматель? Вы делаете определенную работу, вас узнают на рынке, вас осуществить определенный брендинг, к вашему продукту привыкнут ваши партнеры. И завтра тебе нужно закрыться, опять начать весь этот путь проделать сначала, банки, тебя через полгода, через год начинают уже кредитовать. Если ты вновь закроешься, откроешься, ЭП или ООО, с тобой никто разговаривать не будет. Поэтому в любом случае это будет очень полезная мера для развития экономики. Вот у нас на уровне правительства говорили, что принята уже антикризисная программа, то есть это пошаговая инструкция, как пережить нам этот кризис. В деловой России как этот документ расценивают? Он жизнеспособен? Деловая Россия, как и другие общественные организации, внесли очень большой вклад в формирование вот этой антикризисной программы. Мы предлагали ряд мер, очень важных для развития экономики. Программа – это хорошо, вопрос за дело. Любую программу необходимо реализовать. Программ много, исполнители, бывает, хромают. Поэтому сейчас очень важно по всем поручениям президента, которые сделаны, всем общественным объединениям, и деловая Россия в этом не исключение, отследить, как эти решения будут приниматься на уровне правительства. Вот что самое главное. Но они сейчас принимаются или нет? Или это застопорилось? Все идет достаточно непросто. Определенная пробуксовка есть, ну и опять же это и понятно. Принимать на себя решения тоже никто не хочет. Все боятся, что приняв какие-то решения о послаблениях налоговых или еще льгот для бизнеса, бюджет просто не восполнит те потери, которые могут быть. Рисковать никто не хочет. Поэтому сейчас, скажем так, по бизнесовому идут торги между властью и бизнесом, общественными объединениями. Как лучше поступить, чтобы развивать нашу экономику. Но все-таки поддержка от государства, она для предпринимателей сейчас есть? То есть есть какие-то гранты, есть ли какие-то программы, куда любой желающий может попытаться их получить? И как про них узнать? На самом деле в Липецкой области существует достаточно обширная программа по развитию предпринимательства. У нас есть управление по развитию малого и среднего бизнеса, которое возглавляет Сергей Бугаков. Там существуют программы по поддержке. Можно и на сайте администрации Липецкой области узнать об этом. Можно обратиться в деловую Россию. Мы с творчеством проконсультируем, сопроводим вас. Поэтому варианты поддержки есть. То есть они есть реально, которые работают? Есть реально, можно воспользоваться, как получить для старта определенную сумму денег, так и по лизингу получить субсидирование процентной ставки. У нас есть фонд поддержки малого и среднего бизнеса. Есть определенные рычаги, которые позволяют нам работать. Но тут очень важно, чтобы государственно-частное партнерство было максимально эффективным. А вообще, какая польза предпринимателю? Он смотрит наш эфир от общественных объединений, от деловой России. Вот он сидит, занимается. Вот у него свои проблемы. Та же аренда, зарплата, кредиты. Зачем ему с кем-то объединяться? Вступать в какое-то объединение? На самом деле, вы задаете, с моей точки зрения, один из главных вопросов в сегодняшнее время. Я абсолютно уверен и порой удивляюсь, почему предприниматели не хотят объединяться, вступать в общественные объединения. Это же конкуренты. Это ресурс. Общественное объединение – это ресурс для развития облавов бизнеса. Допустим, вы, липецкий предприниматель, захотели открыть бизнес в Воронеже или в Нижнем Новгороде. Вы сидите и думаете, с чего начать. Воспользуйтесь ресурсом общественной организации. В каждом крупном областном или краевом центре есть представительство деловой России. Вас как минимум скоммуникатируют с региональным председателем. Вы с ним встретитесь. Он вам расскажет про всю ситуацию в регионе, от того, где, как, налоговая полиция, с кем, как сотрудничать, какие партнеры, клиенты. Или ты это будешь сам информацию давать, или тебе это поможет сделать общественное объединение. Это сильнейший ресурс для развития бизнеса. Поэтому призываю всех объединяться, вступать в общественное объединение. Но к вам обращаются из других регионов, чтобы зайти на Липский рынок сейчас? Постоянно обращаются, спрашивают, какие-то возможности есть ли у нас предприниматели, которые способны выполнить какие-то работы или оказать услуги. То есть системный обмен информации происходит в рамках нашего клубного формата деловой России. Мы регулярно встречаемся. У нас интересные спикеры бывают на наших встречах. И в рамках этого клуба мы друг с другом коммуникатируем, обмениваемся визитными карточками, обмениваемся возможностями. И рано или поздно кто-то друг с другом становится партнером и клиентом. Понятно. Максим Григорьевич, наше время подошло к концу. Спасибо, что пришли. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Это была программа «Точка зрения». Сегодня у нас в гостях был председатель Липецкого регионального отделения деловой России Максим Загорулько. Будьте здоровы!